Всем привет! Меня зовут Вика Близз. Сегодня я вам покажу классные новогодние покупки с магазина Фикс Прайс. Именно то, что мне больше всего понравилось, прям запало в душу, и я это купила. Поэтому, если вы хотите такие подобные видео, вы мне можете предлагать идеи в директ инстаграма, ссылочка на него будет в описании, пишите мне туда. Предлагайте магазины, где я могу купить новогодние товары и снять на них обзор. Первая покупка, которая мне прям запала в душу в магазине, это пряничный домик. Посмотрите, как он выглядит, он такой супер милый, прям очень новогодний, здесь даже есть пряня. В магазине Фикс Прайс были другие виды пряничных домиков, там, по-моему, был Дед Мороз, был Снеговик, много кого. Но мне понравился именно с пряничкой, кстати говоря, он был последний, поэтому мне пришлось купить домик немножечко с небольшой трещиной. Я искала целый, но, к сожалению, больше не было. Все пряничные домики с пряними раскупили. Если посмотреть, здесь есть такие вот карамелечки разные. Также это, оказывается, не просто домик, это еще и светильник. Просто покупала его как декорацию, поставить куда-нибудь на полку, либо на стол, а его можно включить. И посмотрите, у него такая разноцветная подсветка. Он светится разными цветами, напоминает такую гирлянду. Также, смотрите, здесь меняются режимы, но, конечно, они такие больше автоматические. Батарейки здесь уже были внутри, но, конечно, если посмотреть, то вот этот механизм, он немножечко болтается. Но я надеюсь, что я не часто буду трогать, и он не сломается. И еще также этот домик можно повесить на елку. Он будет очень красиво смотреться на елочке. Он такой довольно крупный, можно даже включить эту подсветку, и он будет светиться на вашей елочке. Домик, конечно, прям супер красивый и супер милый. Поставлю его сюда, потому что он прям идеально вписывается. Следующая покупка, которая больше понравилась Денису, это такой вот ночник-светильник и Дед Мороз. Он также светится. У него тот же самый, по-моему, режим, как у пряничного домика. Он такой же разноцветный. Кстати говоря, вот эта кнопочка немножечко заедает. Прям нужно сильно нажимать, чтобы он включился. Он также моргает. Я думаю, что как ночник он будет плохо выполнять свою роль, потому что он не будет освещать комнату. А просто как такой светильничек моргающий, миленький, можно поставить. Складывается впечатление, что он сделан из стекла, либо из глины, но он очень легкий. Послушайте звук. Он выполнен из доломита. Если посмотреть на качество этого Дед Мороза, то можно заметить небольшие дефекты. Например, здесь кажется, как будто есть царапины, но она красного цвета. На самом деле, это волосок, который попал под покрытие. И также есть небольшая протертость. В магазине Фикс Прайс я нашла классные елочные игрушки. Щелкунчики. Посмотрите, какие они милые. Они сделаны из дерева. Если посмотрите, то у них разного цвета костюмы под цветовую гамму, а также разного цвета шляпки. И по форме они тоже отличаются. Волосы их лучше не трогать, потому что они немного лезут. Если я сделаю вот так, то на моих пальчиках, посмотрите, волосики. Лучше их не трогать, чтобы щелкунчики не стали лысыми. Руки и ноги у них не двигаются, но, в принципе, для елочных игрушек этого и не нужно. Я давно хотела елочные игрушки щелкунчиков. Вот я их и нашла в магазине Фикс Прайс. Купив этот домик, я думала, что я его также буду использовать в качестве декорации квартиры. Поставить куда-нибудь на прикроватную тумбу, на комод. А оказалось, что это тоже светильник. Но, к сожалению, сломанный светильник. Если поделать так, то он вообще совершенно не работает. Батарейки там вставлены. Я посмотрела сюда внутрь, в эту дурочку, и посмотрела, что лампочка немножечко скошена. Видимо, она сломалась. Увидев это, конечно, стало неприятно. Пока этот домик ехал домой, он, видимо, что-то потерся. На бороде Деда Мороза можно заметить потертость. Стерлась белая краска, и появились такие красные пятна с нижнего слоя краски. Короче, можно это подкрасть. Я думаю, что я возьму белую акриловую краску и подкрашу его бороду, а также некоторые косички, например, вот тут снизу. Вы сейчас тоже будете в шоке, потому что, когда я покупала эту вещь, я думала, что это подсвечник, потому что эта штука в форме лампы. Оказалось, что это тоже светильник, но когда смотрела я на него снизу, я подумала, что это подсвечник, потому что здесь есть дырочка. И, в принципе, по диаметру напоминает маленькую такую плоскую свечку, которую вот сюда вставляешь, и будет так все красиво светиться. А прочитав на этикетке сейчас дома, я увидела, что это светильник. И здесь должен был быть такой же механизм, как в предыдущих светильниках. На самом деле, не очень хорошо в том плане, что я купила три светильника, и два из них оказались сломанными. Ну, это как такое вообще возможно? Прежде чем покупать в магазине Фикс Пресс какую-то вещь, нужно прям все проверять. Особенно такая проблема у них со светильниками, просто купив три штуки, два сломанных, ну как такое возможно? Больше 50%, так сказать, у меня брака в светильниках выжила. Также там были другие виды этих ламп, вместо снеговика был кто-то другой. Деда Мороза точно не было, ну, по крайней мере, в том Фикс Пресс, в котором мы смотрели. Если обратите внимание, то практически на всех светильниках есть вот такие вот вырезанные звездочки. И даже вот в третьем светильнике она тоже есть. Мне безумно понравилась эта декорация, лошадка, она такая суперклассная. Я думаю, что я ее повешу на дверь. На самом деле, можно, кстати, ее повесить также на елку. И если кому-то не нравятся вот эти висюльки, их также можно убрать. Либо повесить какие-то другие слои, например, в красном цвете что-то такое добавить. А если посмотреть спереди, то кажется, что она из дерева. На самом деле, это не так. Это просто спереди такого покрытия деревянное. Эта лошадка сделана из какого-то, знаете, прессованного картона. Также напоминает почему-то ДСП. То есть, я думала, что, может быть, если мне, допустим, надоест такой цвет этой лошадки, то я ее перекрашу в какой-нибудь белый цвет, либо в красный. Но я боюсь, что она может размокнуть, расслоиться. Я думаю, что я куплю еще таких лошадок, чтобы повесить на двери, потому что будет выглядеть очень красиво. И также дополню каким-нибудь красным декором, потому что у нас такой бело-красный-золотой декор. И дерево его разнообразит. Несмотря на то, что у нас много дома гирлянд, я решила докупить еще. Мне безумно понравилась вот эта гирлянда с лунами. Мне нравится, что она сделана из такой желтой стали. И здесь такое теплое желтое свечение. Выглядит супер мило. Единственный момент, мне кажется, было прикольнее, если бы они были расположены чуть ближе. Например, вот на таком расстоянии. Потому что мне кажется, что здесь, наверное, расстояние от одной луны к другой примерно 15-20 сантиметров. Это довольно много. Я думаю, что эту гирлянду будет классно класть куда-нибудь на комод, на прикроватную тумбу. Например, на дверь повесить. Потому что она не очень длинная, такая двухметровая. Это будет очень красиво дополнять декор. Она на батарейках. Вот здесь такой блок. Единственный момент, батарейки не идут в комплекте. Если будете покупать гирлянду, не забудьте их докупить. Потому что бывают такие моменты, когда ты приходишь домой, хочешь посмотреть, как это работает, как это вообще выглядит на деле. Смотришь, а там нет батареек. И у тебя дома их нет. И приходится идти в магазин. И потом только уже все это смотреть. И уже вот это вот чувство, оно немножечко пропадает, что ли. Если вы хотите повесить эту гирлянду на елку, то я думаю, здесь нужно использовать не одну гирлянду, а несколько, например, две или три, на небольшую елочку вот такого примерно размера. Я не удержалась и купила деревянную гирлянду с ангелочками. Посмотрите, как она выглядит. Там была такая же гирлянда, только вместо ангелочков были коняшки. Я такая, когда уже купила эту гирлянду, думала, наверное, нужно было купить с коняшками. Она как-то по-другому выглядит. На самом деле ангелочки тоже очень милые. Если посмотреть на свечение, то оно мне больше напоминает такое желто-розовое. И посветлее, нежели свечение, которое у лун. Но по описанию на коробке свечение гирлянды с лунами и с ангелочками совершенно одинаковое. Видимо, такой немножечко оттенок дают белые деревянные ангелочки. Также эта гирлянда двухметровая, идет с блоком, и нужно докупать батарейки. Например, купив две гирлянды, нужно купить четыре батарейки. Я купила еще одни елочные украшения. Это вот такие вот миленькие птички в наборе на клипсах. Они напоминают мне, конечно, больше сов. Они такие супер миленькие. Если посмотрите, они мягенькие. Здесь першки сверху. Носик выполнен из золотого металла. А глазки пуговки. Единственный момент, что мне кажется, что здесь клипсы немного коротковатые. Было бы лучше, если бы она была сделана на полсантиметра, чуть больше. Так удобнее было бы крепить ее на елку. Эта птичка довольно такая мягенькая. И смотрите, здесь есть еще такое золотое напыление. На самом деле, они такие вроде бы очень простые, но при этом выглядят миловидно. Последняя покупка в магазине FixPrice. Это такие салфетки белого цвета со звездочками. Выглядят очень минималистично. В FixPrice там очень много разных видов салфеток. Я помню, были и красные, и зеленые. Каких только нету. Можно вообще найти на любой вкус. Кстати говоря, я забыла совсем сказать о том, что когда мы пришли в середине октября в FixPrice, там уже было все на стендах новогоднее. Вообще во всех магазинах почему-то все новогодние украшения, весь новогодний декор завезли уже чуть ли не в начале октября. Это так странно, потому что я замечала, что новогодний декор завозят в середине ноября, либо в начале декабря. А это аж завезли в октябре. Почему-то, знаете, как-то вот в этом году все как-то наперекосяк, все совершенно по-другому. Поэтому я решила закупить все гораздо раньше, например, в ноябре, а не в декабре, потому что, боюсь, что уже могут раскупить классные товары. Предлагайте мне в директ в инстаграм магазины, в которых вы видели классные новогодние товары, украшения, декор, все-все-все новогоднее. Я буду все читать, выбирать и смотреть, какие магазины самые классные и какие магазины вы писали больше всего. Так что вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, поставьте лайк. Также подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а с вами была Вика Близ. Всем пока-пока. Я вас всех люблю.